Новоселье сразу для ста малышей. Сегодня в селе Урмаево Комсомольского района открыли детский сад. Для муниципалитета это кардинальное решение проблемы очередности. С подробностями Дмитрий Ковалев. Татарские песни в этом селе понятны всем. Более 85% жителей Урмаева татары. Село развивается быстрыми темпами. Здесь немало молодых и многодетных семей. В дошкольных группах района ребятам не хватало места. Эта проблема решается в рамках национального проекта, отметил глава региона. Только в Комсомольском районе за последние годы мы вводим третий детский сад. Правда же, да? Третий детский сад. Кроме этого, в 14 школах имеются дошкольные группы для наших детей, где на самом деле общевразовательные школы на полную мощность не используют. А для сведения могу сказать, вот за последние годы, начиная с 2019 года, когда началась государственная программа строительства детских садов, мы по республике построили 44 детских образовательных учреждения. Строительство детского сада продолжалось меньше года. И вот торжественный момент. Новый детский сад Фурмаева назван красивым именем Лейсан, что в дословном переводе с татарского языка «первый весенний теплый дождь». Гостям здесь принято говорить СМСС. Здравствуйте! Большинство работников детского сада – молодые специалисты. Воспитатель Гилия Айнединова привела сюда и своего ребенка. Просторно, светло, все очень удобно. Ребенок хочет сюда. Игрушки яркие, красивые. Частыми гостями детского сада намерены стать и преподаватели научного клуба «Кулибин». Вместе с ними ребята постигают АЗ робототехники. Сейчас он создает робота, машинку, которая будет работать по датчику движения. Программу создал такую, что он начали рукой, подвинет, проведет так вот рукой, он поедет. Когда найдет преграду, он остановится. В перспективе дошколята вообще не будут стоять в очередях. Михаил Игнатьев отметил, что до конца этого года в республике откроется 16 садиков. В следующем еще 9. Вот здесь очевидно, уже дети с полтора лет пошли в детский сад и 100% разрешили вопрос для детей уже в возрасте с полтора лет. Если я сильные группы, отдельные родители отправили своих детей в возрасте уже 6 месяцев. И дальше так будем работать. На это, конечно, миллиарды денег выделяли и будем выделять. Здесь никаких сомнений, никаких вопросов ни у кого не должно быть. Приоритетная программа для муниципалитетов устойчивое развитие сел. Из бюджета региона району уже направили порядка 100 миллионов рублей. Так на окраине Комсомольского проложили инженерные сети и дорогу. За два года здесь уже появилась улица. В этом году сделали газификацию полностью проделывали, освещение. И на сегодняшний день работы пока газификации не приняты. Но работы выполнены. Документы, как только подрядчик предоставит, мы оплату произведем. Здесь, сами видите, хорошие дома, благоустроенные, где будут жить дружбы и любви нашей молодежи. В селе Ширауты глава региона проинспектировал ход строительства нового Дома культуры. Подрядчики уже вышли на финишную прямую. Начались отделочные работы. Открытие назначили на конец года. Дмитрий Ковалев, Валерий Лизюков, Республика.